В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. Вас приветствуют ведущие программы Дарья Топызлеева и Владимир Сметанин. Сегодня вторник, 15 ноября. На термометре сейчас где-то минус 6. Но, несмотря на это, мы, наверное, будем говорить больше о теплом времени года, когда областной центр цветет и благоухает. Вообще, надо сказать, что ежегодные опросы кировчан показывают, что жители города считают наш город довольно-таки зеленым в сравнении с другими соседними областными центрами. Но мы же прекрасно понимаем, что есть какие-то современные тенденции в озеленении в городском, элементы ландшафтного дизайна и так далее. И, наверное, пора уже давно стремиться к тому, чтобы и в плане озеленения Киров выглядел более современно, что ли, да, более презентабельно в соответствии с последними веяниями и тенденциями. И тут буквально на днях в Кировской городской думе была представлена концепция городского озеленения. И сегодня в передаче мы хотим ее подробно обсудить вместе с нашими гостями. Светлана Кекина, начальник отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства ДПИ. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Яна Путиенко, ландшафтный архитектор отдела охраны окружающей среды и зеленого строительства. Яна, добрый день. Добрый день. И Наталья Скутина, специалист комиссии по оценке зеленых насаждений. Наталья, здравствуйте. 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 Почему именно сейчас тема, Светлана, это зазвучало в преддверии уже буквально зимы, Нового года? Ведь этому предшествовала такая большая серьезная работа, разработка вот этих идей, реализация которых планируется уже со следующего года. Да, мы с вами встречались о том, что я вступила в права руководителя этого отдела, и за эти три месяца нам пришлось очень быстро и экстренно разрабатывать концепцию по тому, что мы можем успеть за один год, за 12 месяцев успеть сделать. Но там ведь не заканчивается еще жизнь на юбилее, и мы будем дальше продолжать. Поэтому сейчас мы предложили разработку, именно разработали концепцию по озеленению исторической части и главных улиц. Вот то, что нужно сделать вот в следующем году максимально быстро. И сейчас депутаты как раз бюджет на следующий год закладывали, поэтому вот сейчас эта тема была обсуждена, концепцию представили депутатам. И они поддержали о том, что да, ребят, если вы это сделаете, мы готовы вас поддержать финансово и выделить средства из бюджета на озеленение. Вас мы про финансы можем спрашивать? Ну, как я могу, я могу отвечать. Ну, просто, насколько я поняла, да, вот по тому выступлению перед депутатами, что, в принципе, эта концепция ее один из плюсов, что она не какая-то там вот сверхдорогая. То есть это вещи, которые, в принципе, можно делать в рамках каких-то вот бюджетных обязательств. Да, то есть по нашему проекту мы сделаем быстро, эффектно, многоуровнево, и это будет требовать минимального потом содержания. Вот, то есть мы так по-разному с экологической точки зрения, с эстетической, с экологической, с разных сторон подошли. Вот, и да, поэтому депутатам и понравилось, что это реально, то есть там нет ничего, там никаких-то заоблачных проектов. Вот, и второй момент, мы пригласили их к участию, потому что они уже озеленяют свои территории, свои округа. А мы им предложили, что давайте мы поможем разработать именно ваши проекты. Вот, вы хотите озеленить, давайте мы вместе сориентируемся, где это сделать правильнее или выгоднее, или там именно правильнее с точки зрения горожан. То есть мы с соучаствующими методами будем проводить изучение там территорий. Вот, и это тоже депутатам очень понравилось. Вот, когда мы говорим, да, об историческом центре и главных улицах, то есть есть уже прям какие-то конкретные наработки, конкретный проект с названиями, не знаю, там, деревьев, цветов, что будет высажено, какой внешний вид это все будет иметь? У нас, вообще мы к вам командой пришли, вот, потому что... Да, мы не дадим отмалчиваться, да, гостем. Да, потому что Яна как раз разрабатывает современные озеленения, то есть раньше была разбивка на деревья, на кустарники и на цветы. Сейчас же мы будем говорить о комплексном озеленении или о комплексном благоустройстве. То есть невозможно посадить деревья, но при этом не использовать кашпо, например, современный или парклеты современные. То есть нам нужно по-другому подходить к озеленению дорог, потому что они у нас, ну, вот, изменились, да, законсервированы. И вот как раз Яна, она умеет вот это с точки зрения современной, а как это вписать в полотно дорожное и в тело города? Яна, вот расскажите тогда, да? По ближней к микрофону, пожалуйста. Что у нас в городе есть, какие-то примеры, да, каких-то устаревших практик и то, что сейчас используется в современном. Да, и современные тенденции, да, в чем они заключаются, как должен город вообще выглядеть с точки зрения озеленения. А то вот мы ходим, вроде бы клумба, классно, красиво. Но сейчас мы хотим отказаться от, ну, не полностью отказаться от однолетних цветов, так скажем, и переход в сторону кустарников и в сторону многолетников. Однолетние цветы, это вот то, что традиционно у нас по весне высаживается, питуньи в том числе и так далее, на клумбах городских. Да, но мы применяем сейчас, об этом хотел еще сказать, системный подход к проектированию территории. То есть мы смотрим, кто будет пользоваться этой территорией, как она будет вести себя по уходу дальше, да, что нам нужно от этого. Мы работаем с мафами, какие мафы, что туда поставить, чтобы это смотрелось в целом хорошо и красиво. Мы работаем с верхним ярусом, это деревья, то есть мы как бы разграничиваем как раз вот это функциональное зонирование, делаем какие-то акценты. Средний ярус, это кустарники как раз-то, среженные формы. Они должны быть самоштабны человеку, они должны препятствовать шуму, как бы такая изолированность пространства должна быть. И нижний ярус, это всегда фактура, это всегда цвет, там как раз и многолетний, и добавление вот однолетних, в том числе мы от них полностью отказываться не планируемо. Эта структура универсальная, ее можно абсолютно в любом пространстве, да, городском использовать? Да, 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 совершенно верно. Ну вот Светлана тут до начала успела показать на компьютере, да, эти примерные, ну вернее уже не примерные, а уже прям такие вот визуализированные, да, решения дизайнерские. И мы постараемся, в принципе, да, наверное, чтобы в ближайшее время хотя бы какие-то элементы из этого попали в общественное пространство, в общественное обсуждение. Но я понимаю, что там некоторые ограничения есть, да, по концепции. Да, мы постараемся это сделать, вот, ну, наверное, я для себя оставила после гражданского форума, то есть у нас был осенью форум городских садовников, и мы обсуждали ассортимент принципы. А вот сейчас будет гражданский форум, когда предприниматели и разные, ну, там, НКО частные, кто хотел бы озеленять, вот они бы тоже сказали свое, что они, как они могут в этих проектах поучаствовать. И вот потом мы уже сможем, вот у нас будут, наверное, проекты по улицам, потому что там есть предприниматели заинтересованные в развитии этой улицы, у нас есть бизнес, там, и кафе около себя может нам озеленять. И вот мы начнем уже больше афишировать то, что будем делать совместно. Еще одна, да, важная деталь озеленения, о которой мы и тут в студии много раз говорили, газоны. Газоны, да, то, что вот у нас постоянно бежит какая-то грязь с этих газонов, они там ничего не удерживают. И до сих пор не умолкают споры, а газон ли вообще это? Можно ли газоном считать в каком-то виде? Вот, и при этом я этим летом как-то заметила, то есть у нас вот во дворе тоже газон, и за ним очень много ухаживают. И этот многострадальный газон, он все равно весь пляшивенький, потому что, ну, не потому что за ним плохо ухаживают, потому что очевидно, что вот он тяжел очень в уходе. Вот, а дорога к детскому саду, куда я каждое утро вожу детей, там, ну, вот поле, то есть остатки поля, там кинута такая бетонная плита. И все лето, то есть мы идем, оп, одни цветы расцвели, что-то желтенькое. Прошло там две недели, беленькие какие-то появились, и думаешь, так-то вообще, откуда вы здесь? Тут же желтые были. И вот все лето какие-то травы, какие-то цветы друг друга сменяли, и думаешь, вот природа, она уже все придумала так прекрасно. У нас вообще как раз это тоже было в концепции затронуто, потому что большая проблема именно содержания газонов. А их так как огромные площади, и так-то их нужно делать, ну, как английский газон все бы хотели. Вот, но это невозможно везде, поэтому будет, здесь будет английский газон, и мы будем за ним ухаживать вот так. Будет техническое задание на содержание этой территории. А мы можем конкретное место назвать, вот где прям планируется? Где можно будет газоном английским? Мы с Яной, да, мы с Яной запланировали, что это возможно на каскаде, на набережной Грина. Вот тот каскад зеленый, его нужно просто... Да, перепад, да, то есть там будет именно такое комплексное благоустройство, будут деревья, кустарники, но останется и место именно для газона, за что мы это место как раз и любим. Вот это вот в качестве примера, что мы его планируем. Ну, это вот такие места, да, куда люди приходят отдыхать, полюбоваться, да, а в плане вот обычной городской какой-то вот, не застройки, да. Ну, то, что мы видим каждый день, когда идём в детский сад, на работу... То есть это не там, где ты остановился сфотографироваться, да, но, тем не менее, это каждый день вот у тебя там фактически под ногами. Да, всё правильно, что у нас есть вдоль дорог, и там газоны, да, и мы их предположили разделить, тоже сделать разными. Где-то мы попробуем разнотравие сделать, которое будет не требовать ухода, то есть а-ля мавританский газон. То есть почему не природный, да, взять, ну, то есть просто запусти, и природа будет... Просто это не всегда будет эстетично, и, возможно, лопухи, которые, ну, будут являться бурьяном, потому что у нас там вдоль дорог это нарушенная эрозированная почва, и там, соответственно, природа скажет, ребят, здесь нужно... Ну да, всё что угодно может быть. Да, вот, поэтому есть разработки по смесям семян, которые можно использовать вдоль дорог. И на гражданском форуме с этой частью выступит, например, НИ Рудницкого, у них есть предложение и рекомендации, что можно делать. А у Яны есть предложение по поводу кустарников, например, чтобы... То есть мы можем заменить газоны на многолетние, то есть сажать их массивами, то есть заменить газон на многолетние цветы, многолетние там... или кустарники, и тоже высаживать массивами. И вот это предложение тоже очень понравилось, потому что, опять же, по содержанию два раза за сезон прийти в начале сезона и в конце сезона, вот, а всё остальное время только поливай. А вот, простите, хотел уточнить, да, ранее вы, Светлана, сказали, что один из ключевых подходов заключается в том, чтобы минимизировать потом, да, затраты на содержание, уход и так далее. Это что, меньше, чем сейчас ещё, что ли? Потому что я вот не считаю нужным, что она сейчас довольно пристальное внимание уделяется зелёным насаждениям. В чём минимализация заключается? То есть по правилам благоустройства нам нужно стричь газоны, ну, как минимум, получается, что раз в неделю. Но при этом там же написано, что нам нужно их поливать и подкармливать. Да, да, да. Стрижка – это не единственная манипуляция, с которой это нужно. Да, но почему-то из всего мы делаем только стрижку газонов. Ну, потому что финансы вот только вот на стрижку... Ладно, мы убираем стрижку газонов, и вот при посадке массива кустарников, что нам нужно с ним сделать? Ну, вот у вас, если сад есть, то вы знаете, что в начале сезона вы пришли, ну, как бы убрали всё лишнее, вот, и в конце сезона пришли, убрали всё лишнее. Да, осматриваем какие-то веточки там поражённые, вызывшие, тоже это всё убираем. Вот, тем более можно же использовать те растения, которые уже не требуют стрижки, которые для города выдерживают там все там загазованности, соляные смеси и так далее. Вот, то есть, да, если сравнивать газоны и, например, массивы из многолетников или кустарников, у нас получается по содержанию меньше затрат. Но поливать их в любом случае нужно. Поливать в любом случае нужно. То есть элементарные какие-то действия совершать. И вот с поливом это, наверное, один из таких прорывов, которые мы хотели бы совершить в следующем году, потому что сейчас, по факту, у нас нет ресурса на полив. И мы как раз с депутатским корпусом, с администрацией разговариваем о том, ребят, что нам нужно вместе с водоканалом обеспечить посадки в парках, в скверах поливом. И это может сделать водоканал, это могут сделать доступ к точкам полива, чтобы у нас те растения, которые и до этого так-то высаживались, они должны поливаться. И если мы сделаем полив в следующем году, то это будет вообще вау. Это технически сложно как-то осуществить? Вот это вопрос уже к ресурсоснабжающим организациям. То есть, видимо, смысл заключается в том, чтобы... То есть должны быть вот эти улитки, которые поливают. Для того, чтобы набрать воды или запитаться к центральному водопроводу, просто тебе в доступе это все близко должно находиться. То есть это точки доступа, это автополивы, прокапельные поливы. Мы уже обсудили, и вот на гражданском форуме будет выступать азбука быта. То есть ребята уже попробовали первый, второй, третий, десятый вариант. И будут давать свои рекомендации по поводу полива. Что вот если территорию нужно поливать, то вот такие это вот есть ресурсы. И надеемся, что будет присутствовать водоканал, и мы сможем как-то договориться, чтобы в городе это тоже все произошло. Вы знаете, в последнее время из-за чиновников у нас очень часто можно слышать такое слово-сочетание, как «живая изгородь». Давайте больше вот живых изгородей у нас будет в городе. А в вашей концепции где-то я не нашел вот этого, ничего такого. Это такое устаревшее уже в вашем понимании. Мы все вместо заборов, да, мечтали, что у нас будут кустарники. Да, давайте заборы и заменим живой изгородью. Вот в вашей концепции нечто подобное что-то присутствует, или это как-то трансформируется в другую идею? Ян, пожалуйста. На самом деле мы не планируем отказываться от живых изгородей. Они обязательно будут. Они будут в уличной дорожной сети, но дополнительно будут массивы. Именно массивы из кустарников. Это немножечко другое понятие. То есть он идет такой группой большой и большим цветовым пятном, разнообразием. То есть они будут. Ну, живая изгородь в традиционном понимании это вот череда каких-то низкорослых кустарников, когда они, да, плотно-плотно к друг другу. Так ведь? Правильно? А вообще сейчас разработаны архитектурные рекомендации по живым изгородям. Они могут быть стриженные, не стриженные, высокие, низкие, многорядные, однорядные, двурядные и так далее. То есть это мы тоже будем применять. Просто когда это один ряд кустарников, как раньше это было заведено, то есть один ряд, то сейчас это двух-трехрядные. И получается массив, то, о чем говорит Яна. То есть немножечко это уже понятие становится иным. То есть массивы кустарников вместо заборов. Правильно я понимаю, что вот этот массив кустарника, грубо говоря, он может, вот условно проезжая часть, да, тротуары, там, где у нас раньше был газон, там может все стать кустарником. Да, абсолютно верно. То есть это та картина, которую мы наблюдаем каждый день. Подключайтесь к беседе по потребностям, скажем так, да. То есть какова ситуация сейчас, да, и благодаря этой концепции насколько мы сможем улучшить. В чем вот заключается роль комиссии по оценке зеленых насаждений? То есть это ребята, которые охраняют зеленое насаждение или следят за тем, что их нужно снести. И вот Наталья на своих плечах, она вообще-то держит, знаете, какую оборону? Против застройщиков, против предприятий, которые хотят... Все постоянно хотят что-то выпилить. Да, выпилить и снесите. И вот человек, который вот держит оборону. Вот, а здесь момент, что нам, чтобы вот посадить все новое, современное, нам нужно очистить территорию. И здесь, опять же, включается роль комиссия, и они оценивают, где можно, где сейчас целесообразно, где еще подождите. Где это можно вписать в новую концепцию, да, и вполне еще можно себе отстать. Ну, понятно. Вот, поэтому вот Наталья как раз очень важная роль именно в оценке зеленых насаждений, что сейчас, где можно делать. Наталья, ну хотя бы в общих чертах обрисовать ситуацию. Кстати, хорошо, что вы пришли, вот не было человека до сих пор спросить, а что грозит вообще горожанину за самовольный снос дерева у нас? Грозит какая-то ответственность? Административная ответственность. Административная штрафа, чем будет, да? Конечно, да, и плюс компенсационная стоимость с коэффициентом 2. В общем, а я-я и нельзя, если там у тебя... Да, это довольно большая цифра получится. Да, если ты вздумал что-то сделать, то нельзя. Просто частенько, да, бывает такое? Это бывает частенько, да, и вообще люди не знают, что в этом случае делать, если вы видите, что кто-то сносит дерево, и вы не уверены, что у них есть разрешительные документы, вызывайте полицию. Я вам так скажу, некоторые люди считают, что их личный долг снести какое-то дерево, которое, например, мешает там где-то задело провода или еще что-то. Кто-то жалуется в соцсетях, ему отвечают, ты не мужик, что ли, приди вечером, возьми пилу, снеси дерево, ну что ты жалуешься? Я очень хотела бы разъяснить, если вы позволите, куда должны граждане, неравнодушные наши горожане обращаться в случае, если им кажется, что деревья аварийные. Чтобы специалисты приехали и оценили. Обязательно, да, ну и чтобы выполнили работы по сносу этого дерева. Горожане должны направлять свои обращения в департамент городского хозяйства администрации города Кирова. Это можно сделать тремя способами. Либо отправить обращение почтой, либо принести его лично по адресу Воровского, 39, либо зайти на сайт администрации в интернет-приемную. Это легче всего. Там оставляете свое обращение. И потом эти обращения все передаются в городскую комиссию по оценке зеленых насаждений. Но это касается только деревьев, которые произрастают на муниципальных территориях, на муниципальных землях. Если же дерево у вас растет на придомовой территории, вы должны обращаться в свою управляющую компанию. Если вы сомневаетесь о месте принадлежности, непонятно, где произрастает дерево, тогда лучше всего написать тоже в администрацию. И в течение 30 дней вы получите ответ. Там будет прописано, если земля придомовая, то вам так и ответят. Так, переходим к общей оценке зеленых насаждений. Что с этим у нас вообще в городе? Есть же какие-то нормативы. Насколько у нас устаревший зеленый фонд? Достаточно ли у нас этого озеленения? При этом все же постоянно жалуются на «это аллерген», «это аллерген». Выбирайте вот эти деревья, убирайте все тополя. У нас очень много аварийных деревьев в городе. У нас достаточно пестрая такая картина. Да, у нас очень много огромных тополей, которые действительно очень аллергичны. Ну, нами, городская комиссия, вот специалисты наши, они по улицам города ведут инвентаризацию деревьев. Они проходят прямо пешком вдоль всей улицы, и переписывают аварийные деревья. Ну, и ставятся в план эти улицы. И, соответственно, мы стараемся, насколько это возможно, убирать эти аварийные деревья. Вот если граждане будут еще подсказывать нам, помогать с выявлением этих деревьев, это будет очень хорошо. Насколько вот по времени сейчас этот план растянут? Если смотреть аварийные деревья, то у нас, конечно, было проседание в плане уборки аварийных деревьев. То есть упустили, да, мы вот... Да, упустили. То есть если у нас город примерно был высажен, озеленение сделано, это 60-е, 70-е годы, то есть можем посмотреть пешком по вятке, да, и там фотографии из архивов, то вот они у нас маленькие, вот эти деревца. И сейчас мы их видим, что они становятся на Октябрьском проспекте, уже угрожают проезду. Старички такие уже, уставшие. Вот, и если мы их начнем кронировать, вот делать обрезку, то мы увидим обрубки, и будет еще больше... Кстати, было время, когда очень много вот этих обрубков появлялось почему-то. Обрубки, испорченная гнилая сердцевина, да, в общем, тоже не очень приятный вид. Поэтому придется некоторые улицы брать и очищать пространство. Это будет очень болезненный момент. И некоторые улицы, вот, например, Карла Маркса, они уже это пережили. Спаская в процессе, да, переживает, что мы там видим, что уже почти не осталось деревьев. Но это освобождение места для новых посадок, и это нужно понимать, что вот, ну, не убрав, мы не сможем сделать там новые посадки. Вот, я бы так сказала, что у нас сейчас 50 на 50, 50% граждан говорят, не надо рубить. 50%, срубите, пожалуйста. То есть на одно и то же дерево два соседа скажут, мне его не нужно, уберите. Второй скажет, мне его нужно, ну, как бы оставьте. Вот, поэтому мы берем на себя волевое такое решение на основе данных комиссии, что дерево, там, именно с биологической точки зрения, оно еще может, сколько может. Тогда мы уже в своих планах вставляем это, уже включаем. Когда мы сможем сделать тут озеленение? А на некоторых улицах, так как оно нужно сейчас, то сейчас будет большое количество рубок. Эти деревья, получается, то есть дерево будет заменяться деревом, или, например, дерево убрали, но для того, чтобы это место уже начинало, да, как-то жить, что называется, опять же, тут какие-то массивы, кустарников или клумбы разбить, или еще что-то, чтобы вот это место не было стыдно. Вот этот вопрос на гражданском форуме будет одним из самых важных, это вопрос с коммунальными службами, потому что вот там Яна занимается еще и согласованием. И здесь вопрос бывает, что мы не можем просто в эту же ямку посадить дерево из-за того, что там уже идут какие-то коммуникации. Вот, поэтому... Уборка будет там, да, зимой там что-то, велик риск повреждения. Но сейчас есть рекомендации, то есть есть способы не обойти, а соединить серую-зеленую инфраструктуру, чтобы это была единая структура для жизни, то есть это инфраструктура для жизни. Вот, и мы можем рассказать про прикорневые барьеры, то есть это возможность высаживать деревья практически вплотную к сетям. При этом, когда сети будут ремонтировать, они не повредят деревья. И деревья своими корнями не повредят. То есть мы можем это сделать. Насколько это трудозатратно, не знаю, дорого или что это такое? У нас есть минутка. Отделяет корни или как это технически выглядит? Нет, мы копаем котлован и закладываем мембрану. А, которая разъединяется? Да, на глубину примерно метр. И перенаправляем корни в другую сторону, то есть они идут горизонтально. По принципу малины в огороде. То есть даже растение с стержневой корневой системой, оно тоже может расползаться в стороны? А это уже вопрос к тому посадочному материалу, который предполагается брать. Он с формированной корневой системой, которая уже по принципу кашпо формировалась. То есть у неё уже не будет вот этих вот расползаний больших пот и во все стороны. Поэтому прикорневые барьеры и качественный посадочный материал, это те два столпа, на которых мы будем... Это наше всё, это наше будущее. Да, мы будем строить. На этом у нас завершается первая часть нашей беседы. Я благодарю наших гостей, Светлана Кейкина, Яна Путиенко и Наталья Скутина. Спасибо. Но это ещё не весь разговор, и мы обязательно продолжим. Мы говорим сегодня о концепции озеленения областного центра. Работы, ну, мы уже это проговорили, они вот, то, что ближайшая дата, даже 650-летие, они в первую очередь к этому будут приурочены, но мы же все прекрасно понимаем, чтобы на долгие годы, да, это сохранилось. Результаты плоды этой деятельности. Ну, собственно, о том, что сохраняет плоды деятельности на долгие годы, мы начали говорить уже до перерыва. Деревья. Деревья много говорят о том, что нужно высаживать крупномеры, да, сразу большие деревья, чтобы они сразу глаз радовали, и, насколько я понимаю, приживаются, ведь они, наверное, больше шансов, что дерево выживет, если оно уже крупномер. Да, приживаются почти стопроцентные. И мы экономим время в том числе. Мы не ждём, когда это дерево вырастет, мы сразу садим большое, крупное, и визуальный эффект, он тоже достигается сразу, почти сразу. А к вопросу, какие деревья? Очень много запроса, я так понимаю, на хвойные. Наверное, потому что они зелёные и зимой. То есть вроде бы как бы зима, но есть какой-то цвет в городе. Но часть людей говорит, что хвойные для города прям вообще не подходят, погибают, сохнут. Все же умные сейчас, да, все же разбираются, что нужно высаживать. Да, да. Яна, пожалуйста, как специалист. Могу привести пример. Сосна обыкновенная. Она не газоустойчива совсем. Можно понаблюдать, посмотреть вдоль дорог. У неё хвоя тоненькая, она сама такая, вот не густая. То есть её можно в парке, её можно в скверы, на придомовую территорию. Ель обыкновенная, она устойчивая вполне. То есть, ну, там опять смотреть нужно на размах кроны. Если у дороги, нам обязательно нужен штамп, чтобы был 2,5 метра, чтобы проходили машины, чтобы проходили люди. То есть это тоже не близко к дороге. Да, хвойные сейчас солируют, их сейчас видно. Поэтому их тоже нужно применять. И я думаю, что мы будем это делать. Лиственница. Лиственница, если уж продолжать про хвойные, да, вполне себе. Как раз этой осенью посадили несколько лиственниц на Карла Маркса. Вот, поэтому лиственницы, да, будут просто это такие гиганты, которые вот 10 метров в размахе, представляете, где у нас место может быть там вдоль дорог. Ну, очень сложно найти, да. Да, вот, поэтому, но эти места есть, и архитектор как раз их находит, и высаживаем, где есть возможности. Что касается, я уточню всё равно, да, вот этих спорных пород деревьев вроде тополей, ещё что-то, мы их используем до сих пор или уже нет? Если нет, на что заменяем? От тополей мы не планируем отказываться, мы будем использовать мужские клоны, и в основном это тополя мужские клоны. Мужской клон? Да, которые не пылят, то есть не будет вот этого пуха, и пирамидально они очень хороши, они собирают много на себя пыли, и они быстро... А вот рядышком вот у нас на улице Дериндия, они далеко вот здесь вот, да, как раз до... Их просто мало в городе. Их мало, поэтому их будет меньше. Ну, они прям дают и рост очень быстрый, и смотрятся, конечно. Кажется, что ты на юге. На тех улицах, которые вновь строятся и реконструируются, я думаю, что там прямо вот их нужно применять. Знаете, про какое место ещё хочу спросить? Прям вот волнует меня это место, потому что каждый день я там прохожу, бульварная часть Октябрьского проспекта, прекраснейшая весной, когда цветут яблони, да, в районе Центрального универмага. И вот сейчас посмотреть на эти старые ветви, уставшие, вот что по этому... По поводу этого места вы предполагаете? Как раз это один из тех проектов, которые мы новому губернатору презентовали в первую очередь, потому что очень хотелось бы вернуть туда ели. Которые у памятника. Которые у памятника Кирова. Рядом с памятником Кирова были. А далее предлагаем сделать реконструкцию этого бульвара. И вот как раз в этой части, которая с яблонями, там дополнить её сиренями ещё, сделать омолаживающую для яблонь. Ну, опять же, отдел оценки пройдёт, посмотришь, что с ними нужно сделать. Вот. Яна, что ещё туда добавим? Туда ещё добавим нижний ярус. Это как раз эхинацея будут. Ну, цветники из многолетников, эхинацея и веники. То есть это у нас будет всесезонность. И добавим ещё туя, брабанта. А туя, кстати, она хорошо зимует. О, брабанты, они чудесные. Если посмотреть в Кирово-Чепецке, они около администрации. Мне кажется, ну, всю мою жизнь они там во крайнем мире. И это огромные такие деревья пушистые, которые так-то и ёлки заменяют. Вот. Поэтому брабанты, да. В большие парки городские вы заходите со своими идеями? Да. Ну, я понимаю, что это отдельная очень большая тема. Тоже можно обсуждать очень долго. Ну, вот, несмотря на это, у нас три минуты хотя бы в нескольких словах. Александровский парк. Сейчас всех волнует, потому что там идёт ремонт. Ремонт, ну, так как я бы сказала, что пол сейчас ремонтируют. Вот, а дальше... Ну, дорожки, да, пешеходные сейчас делают. Вот. А уже отдел оценки проинвентаризировали, какие деревья можно снести. Мы это за зиму сделаем. И весной приступим к посадкам. То есть за зиму нам нужно создать проект совместно с МОП «Архитектура». А возможно вообще вот в парках безболезненно обновить вот эти деревья? Ну, то есть, потому что, понятно, они же тоже все стареют. Мы же не можем их одновременно все убрать и высадить даже крупномеры. Ну? Хочешь сказать? Наталья. Специалист комиссии по оценке зелёных насаждений. Ну, хорошо. У нас как раз Наталья, ребята её отдела, они проходили с оценкой. То есть там летом ведь прекрасно ходить. Но как только вот вчера ветер, да, ветер, мороз, и деревья начинают падать. То есть мы видим, что они зимой прямо там зелёные, но изнутри возраст, условия, они уже там падают. Поэтому там рекомендуется к сносу. То есть мы будем работать точечно вот с конкретными деревьями. И, ну, на эти конкретные места мы не сможем посадить, потому что мы пеньки, мы не будем убирать, мы их будем срезать. Но корневая система останется для биоциноза. То есть там всё равно микрофлора, чтобы она жила. Вот поэтому будем создавать новые проекты нового озеленения. Но вот в рамках существующих функциональных зон. Ну, вопрос, конечно, сейчас ключевой, видимо. Я уже дальше просто... А, ну... Нет, хорошо, нет. Скажите, Наталья, пожалуйста, мысль, которую хотели выразить. Крупные деревья в парках, они же имеют какую-то свою магию. И они очень... Свою историю. Да, очаровательны. И люди старшего поколения даже помнят, когда они высаживались, были маленькие. И поэтому все деревья, конечно, ни в коем случае мы не будем убирать. Это же парк. Ну, вопрос сейчас ключевой, видимо, финансирование, да? Вот кто сейчас... То есть какие суммы сейчас будут закладываться в бюджете на следующий год? У вас есть план, не знаю, исходя из минимальных... План А, план БЭК? И максимальный, да? Скорее всего так. В первую очередь меня спрашивали, когда я только заступила на пост, да, что если денег... Минутка буквально. Если денег не будет, что будешь делать? Я буду... Я сказала, что я пойду в люди, то есть к горожанам, потому что вместе мы сможем многое. Вот минимально-то сколько надо все равно на эти 12 месяцев? Я думаю, что даже специалисты затруднятся. Именно все будет зависеть от того, какой мы... То есть если мы хотим сразу эффект, мы берем, ну, большой крупномер, да? Крупномер в среднем стоит 10 тысяч. Яна может сказать, что елка 35 тысяч, там, что там, липа 20 тысяч. Ну, то есть это будет в зависимости от того крупноты и сразу эффекта. То есть есть улицы, которые мы немножечко отложим, и тогда там будут деревья меньшего размера, и там... Светлана, буквально полминутки, чтобы проанонсировать гражданский форум и пригласить всех желающих обсудить эту тему именно на этом мероприятии. Вот вопрос по всем желающим, но мы приглашаем тем, кому есть что сказать. С конструктивом в 12.30 в администрации пройдет гражданский форум в эту пятницу. Там будет обсуждаться озеленение вдоль улиц, и что мы можем горожане делать вместе с предпринимателями, с организациями, с депутатами. Будут обсуждаться малые реки и парки новые вдоль них. И будут обсуждаться о враге, что нам делать с ними и как их озеленеть. Вероприятие для взрослых 18+, соответственно, да? Светлана Кекина, Яна Путиенко, Наталья Скутина были у нас в гостях. Владимир Сметанин, Дарья Топузлиева. Прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин